Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Ну вот совсем недавно во всех социальных сетях, в новостях прошла такая информация, что наш город попал в топ-20 самых популярных городов с точки зрения туристов. В связи с этим вопрос. Действительно ли увеличился поток туристов в Рязани? Если это так, то с вашей точки зрения с чем это связано? Ну если коротко ответить, да, действительно поток увеличился. Если мы возьмем трехлетний период, то рост в процентах составил более 50%, если нам сравнить 2016 год с годом 2013. Если сравнивать относительно 2015 года, то пока у нас точных данных нет, но в любом случае мы в течение года делали некие такие замеры, и вот эти замеры позволяют нам предполагать, что рост по итогам 2016 года составит где-то около 10%. И надо сказать, что 10% это рост туристов. Каким образом мы считаем туристов? Турист это тот, кто разместился в коллективном средстве размещения. То есть это турист. Но мы наблюдаем еще рост экскурсантов. Рост экскурсантов не такой большой, как рост туристов. То есть по сравнению, например, если мы берем опять же трехлетний период, то этот рост составил 10%, но это и показательно, потому что три года назад мы перед собой ставили задачу, чтобы из категории экскурсантов люди перешли в категорию туристов. Нам на каком-то этапе это сделать удалось. Рост по экскурсантов 10%. С чем мы это связываем? Ну, конечно, прежде всего, наверное, с той программой продвижения, которую мы внедряем. Мы активно участвуем в выставках, проводим информационные туры для туроператоров города Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области. Кроме того, конечно, у нас заработал туристко-информационный центр. Это тоже немаловажно, потому что туристко-информационный центр в большей степени его цель – это обслуживание индивидуальных туристов. А сейчас вообще по всей России тренд увеличения именно вот этого индивидуального туриста. Таким образом, туристко-информационный центр предоставляет всю возможную информацию, делает пребывание на территории региона индивидуального туриста более комфортным, более удобным. И турист это действительно ощущает. Кроме того, конечно, наши музеи создают новые программы, появляются новые интерактивные программы, появляются новые событийные мероприятия, в том числе и на территории наших музеев. Конечно, расширяется и событийный ряд тех мероприятий, которые мы проводим в муниципальных образованиях. В прошлом году очень яркий летний сезон у нас на события выдался. И надо сказать, что если три года назад в большей степени кто приезжал на события – это жители Рязанского региона, то мы сейчас уже наблюдаем, что к нам приезжают очень активно и жители других регионов, те самые туристы, на которых мы рассчитываем и кого мы так ждем. Возможно ли каким-то образом отследить, какие туристические объекты больше всего привлекают туристов в Рязанской области? Конечно, такую статистику ведут, во-первых, и наши музеи. Но надо сказать, что лидер у нас за последние пять лет не поменялся. Но это, наверное, и объяснимо. Это все-таки имя Сергея Есенина, это музей-заповедник Сергея Саныча Есенина, и это один из брендовых объектов. Конечно, в пятерку входит у нас и Рязанский Кремль, те музеи, которые располагаются в городе Рязани. Но надо сказать, что у нас очень разнообразный рекреационный ресурс. Поэтому наша область выбирает те люди, которые хотят отдохнуть на базах отдыха, заняться активными видами туризма. Кроме того, отдохнуть в санаторно-курортных комплексах. У нас их тоже достаточно большое количество. Поэтому вот эти направления действительно являются наиболее популярными. А появляются или, может быть, есть в планах появление каких-то новых туристических объектов, которые могли бы привлечь еще больший поток туристов в Рязанской области? Конечно, появляются. Радует то, что у нас начали появляться частные музеи. Вот город Касимов, яркий тому пример, что за последнее время там появилось несколько частных музеев. Очень много сейчас активности происходит в городе Рязани. Это тоже очень радует. Появился музей Стрельца, появилась на базе Рязанской филармонии, появилась такая площадка, как Рязанские хоромы. Вот понятно, что есть классические музеи, есть музеи, которые подчинены каким-то определенным требованиям, что такое музей. А есть вот эти площадки маленькие, небольшие, камерные, которые как раз-таки работают в большей степени на индивидуального туриста, но они создают в городе какую-то еще особую атмосферу, какой-то близости, какой-то душевности, какого-то гостеприимства. И вот очень здорово, что в последнее время действительно вот эти проекты стали реализовываться. Вот насколько я знаю, что в городе Рязани сейчас при поддержке администрации до конца года планируется реализовать проект. Такой очень интересный музей, совмещенный с гастрономической тематикой. Это такая рязанская сахароварня. Опять же, это все реализовывают инвесторы. У них уже есть такой один гастрономический проект, вот Шокоруа. И они теперь вот немножко посидели в архивах, поработали в архивах и нашли очень такую интересную тему, что действительно у нас сахароварение было очень в Рязани развито. А учитывая то, что вот действительно вот такое направление сейчас пользуется большим спросом, мы видим опыт Коломны, да, с коломенской пастилой, поэтому здорово, если у нас какой-то появится такой региональный объект, который действительно идет оттуда из истории, что у нас действительно это было, и это будет, я думаю, что это будет очень интересно. Вы уже говорили о том, что инфраструктура туристическая развивается в нашем городе, и все же, если поток туристов будет увеличиваться с вашей точки зрения, способна ли она будет справиться с наплывом туристов? Конечно, у нас, я думаю, что даже наши горожане заметили, даже пусть они не имеют отношения к туристской отрасли, что в последнее время в Рязани открываются новые отели или проходит реконструкция этих отелей. В Рязани продолжается реализация, в Рязанской области продолжается реализация проекта, который мы реализовываем в рамках федеральной целевой программы, это создание туристко-рекреационного кластера «Рязанский». У нас действительно появилось много настолько разноплановых объектов, и вот у нас, когда приезжают туроператоры из других регионов или гости, они говорят, ваши комплексы, они действительно, они не конкурируют с друг другом, они друг друга дополняют. У нас есть комплексы, в которых акцент сделан на том, что можно обучиться верховой езде. Где-то акцент сделан на том, что мы можем покататься на картах, как-то активно провести время. Где-то мы можем хорошо время провести в аквапарке, где-то погулять в очень хорошо благоустроенном парке. Поэтому вот эти комплексы, которые появляются и в Рязани, и в окрестностях Рязани, конечно, они добавляют конкурентных преимуществ городу Рязанской области. Потому что у нас предлагается все больше и больше... Наш отдых, он действительно диверсифицируется. Наряду с музеями мы можем провести отдых и в какой-то шумной компании, провести отдых вместе с детьми. И опять же, то, что он очень экономичен, это тоже очень здорово. И то, что у нас современные отели появляются в городе Рязани, и наряду с услугами по размещению, по питанию, они также планируют предоставление услуг по организации деловых мероприятий. Безусловно, это создает перспективы для развития делового туризма, который во всем мире считается самым доходным видом туризма. И еще хотел бы отметить, что, опять же, инфраструктура у нас появляется не только в городе Рязани и в окрестностях. Она у нас появляется и в наших основных туристских центрах. В городе Касимове два года назад появилась достаточно современная гостиница. А вот город Скопин буквально в конце прошлого года такой пережил небольшой, скажем так, бум гостиничный. Там сразу появилось две мини-гостиницы. И это сразу решает несколько проблем. И решает несколько вопросов, позволяет развиваться. В каком направлении? Ну, во-первых, учитывая то, что и в Скопине, и в Скопинском районе есть промышленные предприятия. И как раз-таки тот пресловутый деловой туризм. И те люди, которые приезжают в командировки до этого времени, не могли комфортно разместиться, предоставляется площадка. И в том числе, то есть мы на сегодняшний день про город Скопин можем сказать, что там можно сформировать уже полноценную туристическую программу, не экскурсионную, а туристическую, которая будет предполагать размещение туристов и на два, и на три дня. И от этого выигрывает не только Скопин и Скопинский район, но и другие муниципальные образования. Это и Кораблинский район с музеем Ходякова, и Милославский район с музеем Семеново-Тяньшанского. Тем более, что в этом году и Ходяков, и Семеново-Тяньшанские юбилейные даты. И вот мы рассчитываем, что все-таки это позволит привлечь тоже на эту территорию тоже туристов из других регионов Российской Федерации. Действительно, Рязань очень меняется. Меняется буквально на глазах в лучшую сторону. И будем надеяться, что это будет привлекать все большее количество туристов в наш регион. Спасибо большое, что согласились сегодня к нам прийти. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова